МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пройти специальную подготовку в органах опеки. Опекуны могут обращаться в суд и госорганы от имени подопечного без доверенности, совершать сделки от имени подопечного, жить вместе с ним, но без права на приватизацию его жилья, распоряжаться его деньгами с отчетом перед органами опеки, получать деньги за опеку по договору, если выплаты предусмотрены в регионе, получать пособие, распоряжаться маткапиталом на нужды ребенка с разрешения опеки, получать налоговые вычеты. Администрация Самарского района разъясняет, можно ли подать заявление на единое пособие, если родители самозанятые. Да, можно. Статус самозанятого не влияет на назначение пособия и не может являться причиной для отрицательного решения по назначению выплаты. Самозанятые граждане могут оформить единое пособие в общем порядке. Пособие назначается в том случае, если средний душевой доход семьи ниже регионального прожиточного минимума, имущество соответствует установленным критериям назначения пособия, у родителей есть официально подтвержденный заработок от предпринимательской деятельности или самозанятости или объективные причины для его отсутствия. Отдельных справок, подтверждающих доход от самозанятости, приносить не требуется. Телеграм-канал администрации «Вести» с Дворянской сообщает, что 9 февраля 1915 года в Самару прибыли первые 9 вагонов. Заказ на 60 вагонов был размещен на Коломенском заводе еще в 1913 году с началом строительства в Самаре путей для нового электрического городского транспорта. Редактор субтитров А.Семкин